всем привет дорогие зрители вас приветствует канал светлана жизнь на севере добро пожаловать на канал о жизни в городе сургут это хантамансийский автономный позже утро у нас без завтрака показывала я всегда блин и не до этого перевернула так еще некрасиво но зато какой-то он пухненький получился аппетитный и кофе фильтр кофе все кто завтракает приятного аппетита друзья хотела показать так хорошо это сделала заказ с ленты хотелось перекрестка все сделать заказ не перекресток больше нравится но почему с ленты и сейчас три что-либо минералку в общем я буду сургутскую не пьют не нравится на на вкус и все а водичку пить на дом здесь можно хотя бы хоть 5 хоть 10 хоть 20 бутылок заказать минералку там побольше тоже бутылок поэтому опять снова выбор полно написано в общем лента не реклама абсолютно просто хорошо вытаскать не придется учитывая что сейчас я приболевшая красота что-то так мне цитрусовый захотелось в общем в этом заказе у меня были цитрусовые помидоры мандарин апельсины и яблоки бананов не было в наличии и ребят виноград виноград вообще не положили хотела я ты тайфи кто разбирается в сортах понимает о чем я для меня это было важно вижу что простую положили но бог с ним у меня нет сил там менять или что-то на полкилограмма слава богу и почему ребятушки вот меня брат говорит ой да заказывай заказы на дом не люблю я заказы на там только какие-то тяжести вот смотрите розовые помидоры ну бледнее всех были бледных для на лицах для дней чем когда она имея у меня была при к виде ну просто бледности видите он не сильно хорошего качества поэтому помидоры конечно же вот такое все я люблю выбирать сама в киосках магазинах самое красивое самое лучшее и вот этот огурец тоже вялый ну в общем ладно сейчас идет мне я по чуть-чуть слава богу заказала ну вот так вот овощи фрукты невыгодно заказывать онлайн привезут вам знаете на свой вкус ну на мой вкус это не самое лучшее так дорогие зрители сегодня у меня домашний постельный режим ударная доза c варю снова морс сейчас до кипения так и хотела показать я сейчас делу фреш вот два апельсина уже теплых может лимон добавлю покажу обязательно и я честно уже не знаю сколько можно витаминоцин не есть но я даже чувствую нехватку и пью я вот это буду сейчас все сейчас вот это сплиты убираю сегодня будет такое как домашний уютный влог похожу покажу что не по хозяй сегодня у нас 13 октября ладно хоть не пятница 2022 год находимся мы в городе сургут хантамансийский автономный округ мой канал о жизни на севере обзор нашего города интересных мест для посещения природа релакс в общем одни только расслабляющие видео сегодня я нахожусь дома по причине того что мне с моим кашлем стало хуже кто со мной давно знает об этом что я пытаюсь вылечить постковидный кашель и мне по каким-то причинам это пока не удается уже подключен лучший врач нашего города конечно не пульмонолог но в общем все что требуется все принимаю всю делу и вот второй день у меня кстати домашние вроде уже помогает может быть от того что я ходила гулять вот этот прохладный воздух как-то провоцировал кашель поэтому я пока сижу дома надеюсь на улучшение так вот столько сок у меня получилось вот стакан 400 миллилитров с двух апельсинов пару ролик лимона пользовалась что-то процесс ребятушки не снимала наверное знаете смысл да какой все пользуются такой штукой ручной но если не пользуетесь вот присмотритесь очень удобно решила показаться более-менее специально для вас мои дорогие зрители сделала прическу это халатик это не бардак сзади меня такая вот игрушка в общем с двух апельсинов сока то немного дали по соковыжималка такая чуть-чуть мякоть ну так вкусненько сейчас попью ударная доза витамина c но похоже я начну принимать свои витамины оставлю ссылочку на видео про них рассказывала мне кажется они мощнее всего никакие уже и солгар не сравняться не на через баунтия но не знаю не буду ругать другие но что-то вот видите с витаминами я уже что только не употребляю и вам показываю еще может быть важная информация для тех кто живет сургуте у нас очень оперативно работает к видная бригада у нас создана ковидная бригада при каждой поликлинике я отношусь к первой поликлинике могу только сделать вывод за к видную бригаду относящийся к этой поликлинике быстро вы знаете вчера к вечеру поднялась температура невысокая ну вот у меня кашель так резко мне хуже стало и решила вызвать все-таки врача на дом но они там сами уже определяют то есть я позвонила в поликлинику ну там вызов врача телефон они уже сами прислали с ковидной бригады мне врача скафандры пришла девушка такая хорошо разговаривает там знаете даже не спрашиваю даже уговаривать не надо даже просить тут же берут мазок потому что к виду вспышка к виду у нас была серьезная весь сентябрь нашем городе сейчас маленько вроде на спад по крайней мере то что пишут в прессе вот я читала взяла у меня мазки посмотрела горло сказала красновато выписала там скорректировал мне лечение но вот сегодня мне кстати полегче и звонят очень быстро сказали в течение суток скажет результат но мне позвонили вот вчера мазок брали где-то в пол шестого вечера сегодня мне позвонили помог полтреть в общем третьем часу дня то есть очень очень быстро могу выдохнуть наверное спокойно мазок отрицательный поэтому буду предполагать что это пусковидный синдром у меня идет но такое бывает я уже предыдущих видео говорила что так кашель может быть около двух месяцев в чем для чем всем друзья решила снять шорт на красивый закат сургутский сейчас где-то 515 не получается приблизить 8 я наблюдаю здесь моих любимых барсиков шоу это авиашоу сейчас если приблизиться постараюсь его снять закаты красивейшие особенно сургуте у нас если с видом на парк на зеленую извините за то что отсвечивает красиво просто красиво как я люблю вот такие великолепные виды это просто наслаждение вид на миллион для меня потому что он из дома еще и эти можно наслаждаться каждый каждый день красота ребятушки а еще я хотела сказать ой господи чуть не помню книжка специально села поближе тут искала фильм хотела сказать как удобно вот когда в книгах указывают вот что сейчас объясню вот этот автор мне очень нравится и мне понравилось знаете что вот интернете столько столько информации столько фильмов сериалов мне нравится когда вот ну создатели дауд книжек которые планируют что написать прописать и не так далее мне понравилось что было написано что был фильм по тайный мир шопоголика но это я его видела а вот здесь вот допустим я не знала что написано что 2019 году состоялась премьера фильма ты умеешь хранить секреты эту книжку читала на меня есть очень классная такая легкая позитивная и вуаля как говорится поискала я в интернете нашла с переводом на русский фильм и сейчас посмотрю фильмашку а так вот честно ну откуда знаешь читаем и читаем и книги кто узнает ну когда совсем уж известные дав во всех кинотеатрах там пишут по мотивам такой-то книги мы знаем а так я бы если честно не догадалась если не вчиталась все буду смотреть фильм но написано по-английски на сейчас будет перевод на русский что ребятушки имела ввиду вот например у меня тут бардак вот когда вышел вот этот фильм я вообще знаете так мне он понравился сумерки потом рассвет я смотрела в кинотеатре даже несколько раз ну до такой степени мне понравились фильмы эти как вот все на большом экране и естественно когда приходишь магазин рассвет название сумерки еще и с обложка с актерами то которые понравились конечно понимаешь и покупаешь а вот то что я рассказала немножко другой случай у софи хенцела здесь как бы был наоборот начале посмотрел фильм а потом почитал книжку а сейчас у меня будет наоборот ну все пошла и смотреть наверно суди меня видно то свет не включила иначе совсем ничего видно не будет на этом я свой небольшой влог заканчиваю немножко показала чем я занималась дома пока с с температурой находилась старалась не выходить сегодня была великолепнейшая погода солнышко и можно сказать грех было не прогуляться но вот бывают ситуации когда лучше посидеть полежать и воздержаться от прогулки что я и сделала но благо есть великолепнейшие виды с окон и можно было насладиться природой прям с окна из дома этот вид мы получили я же не говорили какие у вас великолепные виды это не случайно то есть не какая-то случайность свое время выбирали жилье именно с такими видами чтобы рядом парки были и так далее и тому подобное поэтому шли долгим путем это я не знаю если интересная отдельная история могу конечно рассказать мне не жалко просто чтобы не загружать видео не буду сейчас рассказывать поэтому все кто стремится желаю вам удачи все возможно и жить с такими видами из окон с какими вы пожелаете ну а я стараюсь делиться не все мы можем получить как говорится сразу поэтому предлагаю онлайн наслаждаться буду вам показывать прекрасные виды природу погоду и так далее подписывайтесь с вас подписка лайк комментарии вам не трудно мне приятно всем отличного здоровья все же голос садится прощаюсь и до новых встреч пока пока так мы уже темнеет здесь вот прям тьма тьмущая я уже жаловалась надо здесь дорожка из тротуара тротуарная и она не освещается парк вот освещается показываю как есть а небо сегодня настолько чисто вообще в полке даже но я вижу звездочки есть это просто красота значит такая картина так здесь не видно вот здесь просто вот картина великолепнейшая и вот так и Субтитры создавал DimaTorzok